Расслоение аорты Причины возникновения Расслоению стенок аорты способствует длительно существующее повышенное кровяное давление, третичный сифилис, атеросклероз аорты, прием наркотических веществ, травмы грудной клетки. Кроме того, предпосылками к развитию данного состояния нередко являются врожденные пороки сердца, а также патологические изменения соединительной ткани при таких заболеваниях, как синдром Марфона, поликистозная болезнь почек, синдром Эллерсадан-Лоса. К факторам риска можно также отнести курение, беременность на поздних сроках. Симптомы, которые возникают при расслоении аорты, зависят от расположения аневризмы и ее размеров. Одним из основных симптомов расслаивающей аневризмы аорты является боль. Боль при расслоении аорты возникает внезапно и отличается выраженной интенсивностью. Она имеет простреливающий, разрывающий, раздирающий характер. Локализация боли при расслаивающей аневризме аорты определяется местом начала расслоения. При дальнейшем расслоении боль перемещается. Вначале боль может сопровождаться тошнотой, повышением артериального давления, рвотой. Виды заболевания Аорты с вовлечением всего грудного отдела либо и грудного, и брюшного отделов. Реже расслоение распространяется на восходящую аорту и дугу. Также выделяют тип А и тип Б. В зависимости от времени развития данного заболевания, выделяют острое и хроническое расслоение аорты. Диагностика В настоящее время к основным методам диагностики расслаивающей аневризмы аорты принято относить методы, которые позволяют визуализировать аорту, контрастно усиливающая компьютерная томография, аортография, магнитно-резонансная томография, трансазофагиальная и транстаракальная эхокардиография. Действия пациента Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь для оказания неотложной помощи и госпитализации пациента. Лечение При расслаивающей аневризме аорты показана срочная госпитализация. Лечение направлено на остановку прогрессирования расслаивания. В целом, тактика терапии определяется типом расслоения. Необходимым является купирование боли. Также обычно применяются бета-блокаторы. При консервативном лечении основной упор, как правило, делается на снижение кровяного давления с целью уменьшения нагрузки на аорту. Хирургическое лечение при расслаивающей аневризме аорты может заключаться в замещении пораженного участка аорты специальным протезом аорты. Осложнения Осложнения расслаивающей аневризмы аорты включают инфаркт миокарда, инсульт, нарушение функции спинного мозга. При расслоении стенки аорты существует высокая вероятность ее разрыва. В случае разрыва стенки аорты происходит накапливание крови в брюшной или грудной полости. Также возможно накапливание крови в полости перикарда, что приводит к развитию перикардита и тяжелого состояния, угрожающего жизни, тампонады сердца. Профилактика Расслоение аорты является крайне опасным состоянием, поэтому важно вовремя распознать формирование аневризмы аорты и начать лечение. Чтобы снизить вероятность возникновения расслаивающей аневризмы аорты, необходимо знать и периодически контролировать уровень артериального давления. В случае гиперлепидемии необходимо соблюдать специальную диету, а при необходимости применять гиполепидемические лекарственные препараты. В случае гиперлепидемии